Да, продолжение разговора о ответственности, выборе и рабстве, главное сегодня, понятно, все, новое время пришло, у нас практически не осталось выбора. Конечно, у нас есть выбор без выбора, вот если сейчас мы осознаем, что такое выбор без выбора, тогда мы можем говорить о том, что мы в курсе, что происходит. Значит, что происходит? Земля входит в новое измерение со всеми вытекающими последствиями. Квантовый переход в 2012 году свершился, и все уже знают, и тысячи посланий нам посланы, что мы, собственно, осознали, выбирать между Богом, либо не выбирать, это означает идти против Бога. Оставаться в невежестве не получится, оставаться нейтральным в этой вселенской игре не получится. И прежде всего, собственное могущество каждый день нужно выращивать и ощущать, что вы каждую секунду с Творцом. Либо вы ему сейчас отдаетесь и доверяете, и чувствуете свое божественное начало, либо вы согласны на то, чтобы стать биороботами в дальнейшем. Но он совершенно не получится, потому что параллельно реальность уже создана. И те, кто отказываются, они никуда не денутся, они просто во сне будут переведены на примитивную планету, и там продолжат обучение до того уровня сознания, при котором они смогут войти в следующее измерение, как мы сейчас. Значит, общество разделится на тех, кто готов подняться, и кто готов чисто мыслить, кто готов не осуждать никого. А это значит поднимется в собственном сознании, поднимется в собственных вибрациях на такую высоту, которая им позволит не судить никого. Представьте, что это такое? Какой уровень сознания должен был быть сегодня? Значит, первая работа – перестать судить. Каждое слово отражает вашу низкую вибрацию, каждое слово – осуждение. Значит, это большущая дисциплина, и каждый день мы должны начинать осознавать, что пришло время ощутить себя богами, и это правда. Потому что все мы, все, сто процентов, потенциальные гении и потенциальные боги. И мы пришли на эту землю богами, и богами должны его идти к Отцу нашему небесному. Ну, собственно, это и есть рай. Вам же всем говорили, и нам же всем говорили. Вы же живете в рай, вы совершенно, а вы своих братьев, родных и сестер считаете чужаками. Нет. Только осознание, что мы все действительно братья и сестры. И нет среди нас ни первых и ни последних. Мы все равны перед Богом. Вот только так будет развиваться будущее. Если мы осознаем, что мы величественны, что каждый из них король, как каждый из нас король и гений, который забыл свое происхождение, свои корни и срочно должен вспомнить то, что было заблокировано кем-то и когда-то, это наша собственная работа. Вместе с вами каждую секунду. По-моему, правильно все сказал.